Сейчас стал популярным касс карбамида аммиачная смесь и практически все сельхозпроизводители переходят на обработку кассом растений. Распылители, которые поставляются в Россию, они не удовлетворяют в полной мере тем требованиям, которые должны выполнять распылители. И мы пришли к выводу, что нужно заниматься импортозамещением. Вносить касс нужно только крупными каплями либо струями. Для чего? Для того, чтобы попав на растение, эта крупная капля или струя по ней соскользила и ушла на землю. Оставив только небольшой мокрый след, который впитается растением и пойдет как подкормка внекорневая. Все остальное пойдет в землю и там корневая будет подкормка. Это первое условие. Второе условие. Необходима равномерность. Абсолютная равномерность. Почему? Потому что если будет неравномерный полив, то значит какое-то растение получит двойную, а то и тройную дозу. Значит риск ожога, риск полигания. Вот все, абсолютно все распылители, которые выпускаются, есть на рынке, они все дают неравномерный распыл. Вот, допустим, один из распылителей, это фирмы, фирмы Тиджет. Самые дорогие, которые на рынке. Вот сейчас мы включаем. И видим, что вообще-то струйки идут равномерно через каждые 25 градусов. Они ложатся на землю равномерно. Ну, в движении вот эти две крайние струи, они дают один мокрый след. То есть, гарантированно, здесь уже гарантированно получается двойная норма вылива. Гарантированно вот эти, этот ряд растений получат в два раза больше, чем рассчитана была касса. И здесь будет риск ожога. Мало того, при изменении давления, при изменении высоты штанги, меняется, вот меняется форма зонтика. Естественно, когда зонтики эти вот попадают на землю, они друг друга по-разному перекрывают. И нет, производители, ни один из производителей не дает таблиц абсолютно точного вылива, на какой высоте, при каком давлении. А если высота штанги поменялась, какое нас давление. Или при какой скорости, при какой вид. Ничего абсолютно. Это все по наитию и на удачу. Вот это распылитель фирмы Лехлер. Очень популярные и немцы говорят, что это идеальный для внесения касса, потому что он дает крупную каплю. Вот если присмотреться, если присмотреться, да, то вместе с крупными каплями, сколько там идет мелких капель, это во-первых. Во-вторых, сам факел, он тоже меняется. Вот давление, чем больше давление, он раскрывается, чем меньше давление, он сужается. То есть наложение факела друг на друга тоже непрогнозируемо. И мало того, если они пришли к выводу, что это самый-самый лучший в мире распылитель, то зачем они три года назад, или пять лет назад уже, предлагают еще один распылитель, это же фирма Лехлер. Пятиструйный. А у пятиструйных и общего и шестиструйных и так далее, у них одна и та же беда. Если штанга меняет свое положение, то естественно, естественно, будет меняться покрытие. Ну, очевидно, что треугольники, два треугольника ниже будут, выше будут, и перекрытие мокрых следов будет абсолютно разное. Чтобы уйти от этого, мы предлагаем вот такой распылитель, который в сущности не распылителя, а аппликатор называется. Вот у него четыре струи при любом давлении, при любой высоте штанги. Абсолютно равномерно вдоль всей штанги, через каждые 12,5 сантиметров, выливаются струи. Причем хорошие струи, которые разбиваются внизу на крупнейшие капли. Менять структуру капель можно подъемом штанги. Выше поднимешь, значит, будут капли, крупные капли. Мелких вообще нет в этой конструкции. Ну, собственно говоря, об этом распылителе. Можно сказать, что это лучший в мире распылитель. Как называется этот распылитель? Название мы ему дали линейный распылитель. Почему линейный? Ну, во-первых, если посмотреть, что вот они, линии. Во-вторых, они сами установлены в линии, в линию вдоль штанги. В-третьих, если он пройдет, то после него мокрые следы остаются вот такими линиями. То есть, куда ни посмотришь, везде линии. Поэтому назвали линейный. Ну, кроме того, назвали свое имя, дали лайнер. Ну, лайнер-то линейный в переводе. Ну, и красиво. Кроме того, он не боится. Не боится ни качаний. Он не боится каких-то препятствий. Если какое-то препятствие, у него тут вот эта муфта гибкая, она все выдержит. Она... Она эластичная. Вот. То есть, поломок никаких нет. Рассчитан он таким образом. Система... То есть, там система каналов лабиринта, которая у нас в патенте заложена, система внутреннего дросселирования обеспечивает абсолютно равное количество выливаемой жидкости на всех четырех этих. Вот. Ну, и кроме того, очень красиво, когда посмотришь, сам распылитель, опрыскиватель, когда идет, очень красиво получается. Музыка. 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 Продолжение следует...